Илья Пухальский Илья Пухальский Нужно пересмотреть свой взгляд и подход на то, что значит быть веб-разработчиком в целом. Я хотел представиться, но на самом деле я просто скажу, что у меня есть Twitter. У меня, кстати, теперь его очень по-взрослому он называется. И очень просто запомнить. Собственно говоря, все вопросы можно адресовать туда. начнем с того что несколько лет назад может пять я не знаю еще было традиционное разделение я вам дизайнер я нашел классную картинку потом как то все выглядело тут соответственно показывается какой-то физически скажем так как физически может выглядеть стереотипный дизайнер и стереотипный веб-разработчик грубо говоря дизайнер там узких штанах с маком весы обвешен этапами веб-разработчики такой хардкорный чувак у него там localhost на майке или что-то в этом роде это все классно но на данный момент я вижу что даже то как мы выведем это уже совершенно не имеет значения и происходит какой-то сумпур в понимании того что вообще называется веб-разработчиком начну с того что такое веб сегодня и что вообще изменилось за последнее время приведу пару примеров это хороший пример вот собственно говоря того что можно делать на css это 3d моделька которая анимируется собственно говоря показывает слои на экране айфона а есть менюшечка ее можно кликать вываливаются подсказки грубо говоря пять лет назад никто не мог представить что такое вообще будет возможно сегодня выкладывал группу классный пример это 3d моделинг браузи непосредственно то есть вы можете создавать какие-то 3d модели крутите и раскрашивать разные интересные цвета там есть уже готовые хорошие примеры того как можно собрать какой-нибудь штурмовик сделать в этом редакторе и так далее собственно говоря идем дальше замечательный пример робот летающий который управляет жестами с помощью и по ушам весь код написан на джаваскрипте и помещается на страницу а4 почему же все не заканчивается на див или на вертке на собственно говоря о том что в классическом понимании делает фронт-энд-девелор потому что мы на данный момент на рынке имеет большое количество устройств которые все подключены к интернету и грубо говоря даже инстаграм то есть часть лента которая в общем-то говоря фоточки вы там слайдите и любите лайкать она собственно говоря написано html как бы не прискорбно это звучало фейсбука лента и много интересных вещей до сих пор написано на веб-технологиях собственно говоря есть большой хай прайс html файл файл с 3 я всегда говорю что это просто маркетинговое название у нас есть html у нас есть css у них есть просто версионность совершенно неважно какая версия сейчас текущая какая будет потом потому что это уже очень расплывчатый мы можем использовать какие-то фичи css 4 даже уже сейчас по пальцам можно перечитать но все же кое-какая есть поддержка в некоторых изумительнейших браузеров типа chrome и еще один аспект это то что photoshop уже мертв я где-то год назад делал доклад большой доклад о том почему photoshop на самом деле уже мертвы почему нужно начинать делать дизайн из браузера и сейчас я немного повторюсь все дело в том что статические макеты они уже давно не покрывают всех нужд пользователя грубо говоря на статическом макете без тонн текста невозможно описать того как это все будет смотреться в браузере как это все будет взаимодействовать я не могу увидеть как будет происходить анимации я не могу сделать какие-то выпадающие менюшки и все что угодно у меня есть просто статический макет какие-то можно сделать миллиардом слоев psd будет весить 200 мегабайт 1 грубо говоря на 5 страниц и можно качать полтора дня на ипаминском вай фай окей подходим к тому что называется на самом деле веб-хайбрид или rockstar ниндзя все слышали эти пафосные названия ну что за этим скрывается я сейчас немного расскажу и расскажу что на самом деле есть правда что на самом деле я просто ненавижу в общем говоря есть веб-разработчик веб-разработчиком я на данной диаграмме буду называть человека который пишет html css возможно немного там пички и джава или дот-нет и рабби и так далее и тому подобное есть веб-дизайнер который рисует соответствует эти 200 метров и макеты в фотошопе есть юзер-экспириенс дисциплины и люди кучи людей про эту сферу тоже я могу начитать отдельный наклад как она расслоилась и что там вообще происходит это ужас но тем не менее есть юакс дисциплина есть люди которые называются информейшен архитекта есть специалисты есть люди которые называются юакс кто бы там ни было монах или все что угодно шаман которая соответственно делать прототипы в лучшем случае в худшем случае они напишут большие документы и говорят что вот это мой супер классный режим я провел анализ в общем говоря есть гибридный разработчик разработчик который находится между всеми на стыке на стыке всех этих вот сфер собственно говоря с этого и начнем леса дальше я нашел классный твит в интернете и и считаю должен ему зацитировать он голосит о том что лучший дизайнер это программист а лучше программист дизайнер я думаю многие уже сделали какие выводы из этого и я не буду останавливаться гибридный разработчик не должен знать все и вообще веб-разработчик в наше время не должен знать все но он должен скажем так месть представления о том как это работает на механике работы он должен есть представление что происходит на бэк-энде он должен есть представление что такое еще теперь и что такое протокол транспортном уровне вообще потому что фактически интернет на этом базируется я не буду вдаваться подробностей с tcp и их проблемы окей немного про индустрию самое интересное индустрия давно ассимилировалась и скажем так самый старый сам старым названием гибридного разработчика веб-разработчика является интеракшн дизайнер я наверно года три смотрю на сайт замечательной компании френды интерактив и у них на самом деле часто требуется вот именно интерактивный дизайнер но самое интересное какие требования это соответственно знание графического дизайна знания фотошопа знания flash flex знание javascript html5 css 3 и прочих маркетинговых фишек учитывая то что еще нужно будет писать код на пакете человек оркестр это хороший термин человека который можно писать под файл есть еще другие названия такие как просто веб-девелопер то есть это все взято из соответственно каких-то досок объявлений по поводу работы на смешан магазин на и деск и многих других вещах есть соответственно веб-девелопер и веб-воркер хотя склоняюсь что это немного неправильное название но все равно тоже существует и плохие примеры как и чары пытаются искать людей этого ниндзя ниндзя javascript html5 css 3 и девелопер который знает пищи или там просто rockstar rockstar девелопер что значит он стал rockstar девелопер я вообще не понимаю то есть он играет в группе есть еще классное название из русского языка веб-мастер он тоже используется в соответственно в английской терминологии в русской она еще кое-как прижилось да то есть какие-то маленькие компании типа какой-нибудь газетенки нам нужен веб-мастер который будет поддерживать наш друбал такое тоже существует но это речь не о пустах девелоперы есть соответственно приставка mobile очень интересная приставка на самом деле в случае с нейтеф разработка это все круто но когда ее используют mobile front-end девелопер меня это немного смущает потому что я не понимаю вообще что значит mobile я должен использовать какой-то mobile html или mobile css или mobile javascript который не работает на дескопе или что-то там вроде мое мнение что каждый веб-разработчик должен знать что такое мобилка у него должен быть какой-то склад мобильных устройств на которых он текстирует которые он знает и узнаете поверхностно самый важный вывод этого всего это не париться оппозиции потому что например у меня интересная ситуация потому что я занимаюсь всем по чуть-чуть и соответственно даже в общем-то в карьерной лестнице я не знаю как меня называют человек-оркестр я хотел бы конечно я не против писать батники или бэтмен например да так что же делать самая интересная часть что можно делать локальная самая первая вещь это искать вдохновения ресурсов тьма начиная от дрибла какого-нибудь бэхэнса которые все знают я надеюсь есть css css awards есть интернет awards есть one page love есть code pen и много других ресурсов на которых часто выкладывают замечательнейшие вещи недавно появился блок в котором человек в общем-то переводит какие-то няшные вещи из дрибла в соответствии чтмл и css и несмотря на то что качество некоторых дропах очень хромает тем не менее он это делает устраиваются правильные процессы тут можно много говорить начиная от того что нужны правильные инструменты типа йомана или батника заканчивая тем что нужны процессы на уровне каких-то активностей не связанных с ментальным трудом грубо говоря нужно искать какие-то хаки хаки даже для своего тела организма мозга чтобы доставлять его работать постоянно чтобы не лениться есть множество решений множество книг написано этот счет я не буду долго останавливаться на этом на этих код на самом деле самый хороший опыт использование изучение библиотеки это просто посмотреть как она на самом деле написано здесь представим кодборна он отлично задокументирован там плод для плода того что однострочная функция имеет три-четыре строчки комментариев и ныряйте в psd это действительно классно потому что на дрибле по тегу one layer можно найти кучу примеров если кому-то видно там есть в общем то достаточно большое количество примеров того что можно сделать с одним слоем наложить на него определенные стили то есть я думаю далеко тоже видно что там какие-то визуально очень красивые вещи знаете больше читаем я на самом деле за последний месяц три месяца прочитал максимум одну книгу я не читаю книги потому что я считаю что это очень медленный способ получения знаний я читаю огромное количество статей подписано огромное количество людей в твитере которые мне интересно я считаю что книги дают хороший заряд для начала в дальнейшем очень сложно найти ту книгу которая подходит действительно тебе то есть не знаю какой пример привести тем не менее про twitter я уже много сказал переводите статьи то есть на самом деле есть замечательнейший ресурс моего одного хорошего друга который живет в украине соответственно ресурс называется фронтендер магазин ребята занимают тем что переводят статьи у них офигительная система того как они это делают они используют гитхаб для так пабричную платформу собственно говоря все дело происходит через гитхаб и весь рассмотреть их архитектуру того как там происходит весь перевод можно сделать еще один большой доклад эти ребята постоянно нуждаются в каких-то людей которые будут помогать ресурс довольно посещаемые и скажем так это дает бонусы выступайте на конференциях и метапах собственно говоря вот вот банкс это хорошая площадка для того чтобы попробовать себя молодец что попробовать себя в качестве спикера грубо говоря вы можете сказать не я хочу делать какой-то супер классный доклад или супер не классный доклад мы поработаем и сделаем его классным поэтому жду предложений и тусуйтесь на ивентах я надеюсь что многие познакомились с другими людьми здесь сейчас скажите пожалуйста поднимите руки кто завел новое знакомство сегодня но бухаев я понимаю что ты умеешь это делать теперь твоя задача научить всех и познакомить всех с каждым собственно говоря знакомиться классно плане того что вы все равно узнаете что-то новое деланы что новое нового человека вы почти каждый из вас работает круто компании делать и внутренние ивенты делать и внутренние метапы рассказывайте на обедах собирая всех людей вместе и поедая вкусную еду какие-то новые интересные вещи хакатоны еще одна классная и приятная вещь я думаю что с вот над банкс мы проведем с проблем не тоже какой-то очень интересных катон я надеюсь что участников будет столько же сколько здесь присутствующих которые хорошая хороший способ научиться чему-то чего ты раньше не знал не пробовал и у тебя не было времени собственно говоря попробовать и собственно говоря на хакатонах вырастают замечательные продукты за 24 часа делайте локальное сообщество это пропустим интересный пункт ходите на интервью даже если вы где-то работаете вас все устраивает устраивает уровень заработных плат или чего-то еще все находите интервью меня сейчас будут все чай в зале ненавидит наверное но продолжайте ходить на интервью потому что это классный спорт что можно делать глобально многие пользуются open source ресурсами какими-то библиотеками фреймворками каждый день в этих библиотеках достаточное количество багов достаточное количество каких-то улучшений которые можно сделать это связь на странице гитхаба этой библиотеки любой любой киши вы можете взять на себя сделать сделать pull request и все вам будут благодарны опен-сорс это не только код здесь специальный рисунок собственно говоря наборы пиктограмм н-тайпа который используется в большом количестве библиотек включает twitter bootstrap если я не ошибаюсь собственно говоря дизайнеры имеют возможность контакт участвовать в open source движение тоже и соответственно делитесь своими решениями если вы что-то сделали то соответственно вы можете это тоже выложить на гитхаб я понимаю что есть там идеи что-то еще но на самом деле можно всегда поговорить заказчиком можно всегда поговорить с боссом сделать более абстрактное решение и выложить это на гитхаб и все будут вам признательны вы получите на количество бонусов сделаю ремарку я это не просто так я часто слежу за скажем так тем что требуется в европе и в америке и на что смотрят соответственно интервьюеры проводящие интервью люди все смотрят вплоть до того что они смотрят на профайл гитхабе они смотрят на twitter аккаунт они смотрят на linkedin совершенно разные профайлы в дрибле и так далее и это на самом деле один из самых топовых показателей что у вас должно быть в порядке как можно судить о человеке и узнает аккаунте социальной сети это не социальной сети я боюсь но linkedin имеет много интересных моментов такие как проекты презентации и многие другие вещи которые описывают соответственно опыт персонажа есть замечательно замечательнейшая платформа стеклорфлоу на которой каждый день появляется миллиард вопросов там очень классная классный геймфикейшн так что в ныряйте туда отвечать на вопросы помогаете людям зарабатывайте баллы зарабатывайте бэджики на это кстати тоже смотрит соответственно пишите блог я не знаю почему так сложилось в снг в коммунити не очень развита развита культура писать блоги вообще тогда как в на западе и в америке не знаю каждый второй имеет свой блог по девелопменту и фактически раз в неделю там появляется какой-то интересный пост задачи который он решил в неделю и вырабатывается правил и ритуалы я сейчас расскажу о некоторых которые использую я их много поэтому я затрону только несколько я с некоторого времени научу себя делать комиты каждый день у меня уже стэк 25 дней 25 дней я скажем так закодирован это хорошая практика которая в принципе дает какой-то азарт азарт делать что-то каждый день меч еще одно правило меня нет ни моей работы то есть если ко мне кто-то приходит и говорит я слушаю здесь надо сделать его стратегию для каких-то чуваков я говорю окей класс я согласен и я это делаю и я стараюсь каждый год учить какой-то новый язык и начинать его использовать благо у меня позволяет скажем так моя ситуация в компании подыскать мне проект по моим интересам еще бы я хотел затронуться одну интереснейшую тему вот коммунити войти комьюнити глобальном я заметил какую-то ненависть друг другу вот мол я такой крутой да вы все вот собственно говоря алмазные стразы да и понимаю почему так сложилось то есть какие-то группировки друзей есть там группировки подруг друзей подруг я не знаю и никто не хочет помогать друг другу особенно остро проблема это чувствуется вы реально в снг я не знаю почему так может у нас менталитет такой я всех призываю помогать друг другу и как-то любить друг друга я не знаю прямого переносном смысле можно и работайте над вебом проектами это самый правильный подход спасибо